В эфире программа Актуальное интервью. С вами Роман Выстороп. Здравствуйте. Как всегда, разговариваем о главном. С каждым годом система социальной защиты населения развивается. Появляются все новые и новые формы работы с клиентами учреждений и виды социальной помощи. Центр социального обслуживания населения не отстает от требований времени и наряду с сохранением основных видов социального обслуживания на высоком качественном уровне, предлагает более новые и интересные услуги. О деятельности Невиномысского комплексного центра социального обслуживания населения нам расскажут сегодня наши гости. Лилия Чегвинцева, специалист по социальной работе и исполняющая обязанности директора Ольга Семенова. Лилия Андреевна, Ольга Николаевна, здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Господи. И прежде чем мы начнем говорить о центре социального обслуживания, давайте коснемся истории. Как давно он работает, кто курирует деятельность центра и откуда идет финансирование. Невиномысский комплексный центр социального обслуживания населения создан постановлением главы города Невиномысска от 12 мая 2003 года. Руководителем учреждения являлась Людмила Алексеевна Попова. Нам досталось в управление старое здание бывшего детского сада Яселек 1953 года постройки. Было полностью разрушено, не было окон, дверей. И благодаря руководству Людмила Алексеевна мы сейчас работаем в комфортабельном здании с оборудованием. У нас оборудована территория. Учредителем нашим является Министерство труда и социальной защиты населения. Руководитель министерства, руководитель министерства, министр труда Мамонтова Елена Викторовна. Финансируемся мы за счет бюджета Ставропольского края. И вот сразу хочется спросить, в каких федеральных программах региональных участвует Ваш Центр? Участвует ли он вообще? Конечно, мы принимаем участие и в федеральных и в региональных программах. На данный момент мы участвуем в федеральной программе социальная поддержка граждан, в региональном проекте старшее поколение, в проекте демография и в краевой программе активное долголетие. Слушайте, ну прям хороший список. Чем занимается Ваше учреждение и кто целевая аудитория? Учреждение занимается предоставлением социальных услуг гражданам. В структуре учреждения семь отделений. Три отделения социального обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания, специализированное социально-медицинское отделение, отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Целевой категорией являются граждане пожилого возраста и инвалиды, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, семьи с детьми, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды. Вот давайте немножко раскроем. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, это вот что подразумевает? Это ситуация, из которой люди не могут выбраться самостоятельно, которым нужна помощь того или иного специалиста, либо учреждения. Это может быть и финансовая, материальная помощь, психологическая какая-то помощь. Да, правовая помощь. Вот такой хороший спектр. Какой комплекс услуг включают современные вот сейчас центры обслуживания населения и можно ли их назвать многопрофильными? В самом названии учреждения звучит Невиномысский комплексный центр социального обслуживания. И услуги, которые мы предоставляем, предоставляются в комплексе. Это могут быть социально-бытовые услуги, это могут быть социально-правовые услуги, социально-трудовые услуги, социально-психологические услуги, услуги по повышению коммуникативного потенциала, обслуживание на дому. Гражданин, который не может сам, пожилой гражданин, который не может приобрести сам себе продукты, сходить за продуктами, заходить за товарами первой необходимости, ему оказываются социально-бытовые услуги на дому. Также мы оказываем услуги не только на дому, но и в полустационарной форме, то есть в учреждении. Этому гражданину может понадобиться на дому не только социально-бытовая услуга, но и услуга психолога, помощь юриста, может какая-то помощь в продуктах питания, либо в товарах первой необходимости. Всем этим учреждениям может помочь. У нас функционирует социальная парикмахерская, социальная швейная мастерская. Я иду по себе, не знал, что такое на самом деле. Очень большой спектр. Но вот наряду с традиционными формами социального обслуживания разрабатываются и внедряются инновационные технологии, насколько я знаю. Тревожные кнопки, санаторий на дому, парикмахерские на дому, виртуальные программы досуга для людей с ограниченными возможностями пожилых. Так ведь? А о них можно чуть поподробнее рассказать? На данный момент в центре реализуются 32 инновационные технологии. Но приоритет в связи с реализацией, участием учреждения, в реализации национальных проектов и региональных программ отдаётся стационарозамещающим технологиям, таких как санаторий на дому, служба сиделок, школа ухода. Скажите, что входит в санаторий на дому, в это понятие? В санаторий на дому входит предоставление гражданам пожилого возраста услуг, оздоровительных услуг на дому. Это массаж, это физиопроцедуры различные. Предоставляются они строго по назначению лечащего врача. Благодаря участию учреждения в национальных и федеральных, краевых и региональных проектах открыта служба сиделок. Она создана для того, чтобы оказывать социально-бытовые услуги гражданам с тяжёлыми заболеваниями, с тяжёлым течением заболеваний на дому. Услуги предоставляются до 4 часов в день. Также у нас функционирует служба сопровождаемого проживания, в которой специалисты учреждения помогают организовать быт инвалидов, самостоятельную жизнедеятельность. Это может быть обучение элементарным, приобретение покупок, обучение использования мобильных технологий, средства гигиен, освоение, да, как пользоваться элементарно гигиенами, приготовить себе самостоятельно пищу. Одним ещё из направлений, очень интересным направлением нашей работы, является школа ухода. Я хочу передать слово Лиле Андреевне, чтобы она более подробно рассказала об этой форме. Она является преподавателем школы ухода. За 2020 год у нас прошло обучение порядка 31 человека в школе ухода. Собственно, для кого она создана? Создана она для родственников немобильных, маломобильных граждан, для всех желающих на будущее, скажем так, обучиться элементарным навыкам, для волонтёров. Как это вообще работает? У нас в центре оборудована комната школы ухода, в которой представлены, ну, если не все, то очень многие средства реабилитации. Медицинская многофункциональная кровать, противопролежневый матрас, кресло-коляски, ступенечки в ванную, поручни для самоподнимания. Занятия у нас организуются по следующей системе. 18 тем, которые, собственно, имеют комплексную такую как бы программу. Проходят у нас и сотрудники обязательно, то есть вновь прибывшие у нас обучаются, начиная с простым навыком ухода и заканчивая уже более как бы сложными параметрами, такими как перемещение, переодевание в кровати, кормление. Для людей, желающих, допустим, ну, не все располагают и временем, и возможностью все эти 18 тем перейти на занятия, то есть выборочно организуется обучение. Они, к примеру, люди не знают, как переместить человека, пересадить. По мере того, с какими трудностями они сталкиваются. Да, с какими трудностями обращаются, и мы, собственно, подбираем уже индивидуально, то есть индивидуальные занятия. Предусмотрено у нас и выезды на дом. То есть люди тоже не могут, они, можно сказать, привязаны к человеку, который дома, они не могут выйти, и мы организуем занятия на дому. Также с помощью соцсетей, с помощью интернета у нас дистанционное обучение. То есть с какими-то вопросами они могут всегда к нам обратиться. Если не сразу, то мы подберем нужную информацию и расскажем. Бывает, приходят пожилые пары, бабушка с дедушкой, то есть их ничего не беспокоит, у них все в порядке. Но понимая, что старость неизбежна, какие-то болезни, они хотят знать, как им справляться. И, собственно говоря, школа ухода помогает гражданам, во-первых, обезопасить себя от травмирования, потому что это самое первое, с чем встречаются люди, выписав после больницы, они не знают, куда бежать, кому обратиться, срывают спины. То есть травматизм для себя причиняют болевые ощущения и человеку, который болеет, передвигая его, перемещая. Это и психологический дискомфорт, потому что люди в растерянности и уже здесь не смотрят на то, как комфортнее человеку организовать выздоравливание. Тут уже как бы на бытовом уровне совсем вовремя покормить и сменить памперс. Здесь уже подключаются и психологи наши, работают с родственниками. И много, вот несмотря за небольшой период, как бы много уже тому показателей, историй, как бы в которых и уход за гражданами становится намного легче. Благодарности уже от родственников принимали. И сами граждане идут на поправку гораздо быстрее. Вот у вас в учреждении есть обслуживание для пожилого возраста, комплекс спортивно-здоровительных мероприятий. Это вот что за мероприятия такие? Наше учреждение хорошо оснащено спортивным оборудованием. У нас есть зал ЛФК, в котором есть и тренажеры для кардионагрузок, и тренажеры для силовых нагрузок. У нас есть преподаватель адаптивной физкультуры, который проводит занятия малыми группами для граждан пожилого возраста и инвалидов. Перед занятием всегда проходят граждане и медицинское обследование. Медицинская сестра меряет давление, спрашивает о том, как вы себя чувствуете. Если давление высокое на данный момент, мы рекомендуем посидеть чуть-чуть на лавочке, на диванчике. Если она придет в норму, тогда можно заниматься своей группой. Группа рассчитана, занятие рассчитано на 45 минут, не более. А инструктор адаптивной физкультуры работает по программам для граждан 60 лет и старше. То есть это может все, кто попадает в категорию 60+, они понимают, что нужно заняться физической нагрузкой, спокойно приходят в центр, проходят обследование, их распределяют полгруппам отдельно, или есть одна группа? Нет, не совсем так. Они обращаются в центр для получения социальных услуг, социально-оздоровительных услуг. И тогда, да, проходят обследование, и распределяются по группам, получают социально-оздоровительные услуги. Такой тренажерный зал, такой фитнес-посещение для тех, кто мог. Да. А занятия проходят по какой системе? Каждый день или определенная система? Три раза в неделю? Как у них? Так как у нас много желающих получить оздоровительные услуги, да, распределяются по группам. Одна группа занимается, допустим, вторник-четверг, вторая группа, понедельник-пятница. Два-три раза в неделю, да. В теплое время года у нас занятия проходят на воздухе. Очень популярны занятия, как скандинавская ходьба. Там уже можно не ограничивать количество желающих заниматься в группе. У нас в Невиномысске открылся заново отреставрированный парк фабричный, как раз рядышком там, где находится наше учреждение. Наши клиенты с тренером выходят заниматься в парк. Вы слушаете, это очень здорово. Здорово, оздоровительное мероприятие. Вот опять же, для пожилого возраста, для людей старшего возраста, как уже доказано научно, что лучший способ, чтобы избежать когнитивных заболеваний, это обучение. Вот в Вашем центре практикуется это? В нашем учреждении функционирует такая форма работы, как университеты третьего возраста. И разделена эта форма работы на факультеты. Действует пять факультетов. Это факультет здорового образа жизни, куда входят спортивные занятия, занятия по методике скакуна. Факультет компьютерной грамотности, куда входит обучение граждан пожилого возраста, использование компьютером, изучение программ. Факультет творческого развития, досуговой деятельности. Туда входит хоровое пение, кружки по интересам. Преподаватель проводит занятия и мастер-классы по арт-терапии. Факультет безопасности жизнедеятельности, где специалисты обучают пожилых гражданей безопасности. Вот профилактика мошенничества туда входит, финансовая грамотность. Насколько сейчас легче они осваивают те же технологии? Для них, конечно, это все в новинку. Здесь важен, скажем так, опыт сотрудника, который это все преподносит. И манера донесения. То есть можно понимать самому очень хорошо, но рассказать не получается. И наоборот. И у нас сотрудники как бы очень хорошо, в доступной форме. Можно сказать, даже несмотря на то, что это для взрослых людей, в игровой форме, скажем так, доносят. И очень быстро люди мало того, что осваивают то, зачем они пришли, чем они интересуются, будь то программы просто какие-то для видеообщения, будь то просмотр новостей или еще чего-то. А также они начинают интересоваться еще чем-то, помимо этого. То есть вот говорили о том, что виртуальный планетарий и виртуальные экскурсии у нас есть, такое направление в центре. Вот тоже пожелание граждан посмотреть что-то где-то по миру, какую-то экскурсию в молодости желали посетить, не получилось. Ну вот интересно. Сейчас много, конечно, программ по телевидению, можно выбрать, посмотреть. Специалисты наши подготавливают тематические экскурсии. И очень интересно они проходят. В пандемию как бы подготавливали и по музеям. Очень большой был спектр в сети. Предлагали даже сами посмотреть. И вот виртуальный планетарий, даже сотрудники у нас многие с интересом смотрели, потому что тоже впервые зашли на сайт, посмотрели, а что же такое телескоп, как название некоторых телескопов, тоже как бы не в курсе были. То есть своей работой занимаясь, некогда туда посмотреть. Очень интересно. Как меняются люди, которые уже начали осваивать технологии, начали чему-то учиться. Вот как они меняются? Приходят достаточно замкнутые к нам. Для того, чтобы поучаствовать в каких-то мероприятиях, да просто на контакт идти, ну не очень охотно идут. Общаясь, получая какие-то знания, навыки, совершенно люди на глазах меняются. Огонёк в глазах появляется. Желание что-то сделать, что-то узнать новое. То есть это стремление, оно развивается. Оно где-то сидело внутри и было как бы в спящем состоянии, а здесь оно просто пробуждается. Открывается люди. Да, тяга к жизни, тяга к знаниям, тяга к знакомствам. Они очень контактные, очень открытые становятся. У нас на каждый праздник граждане пожилого возраста ставят какое-нибудь представление, организуют праздничное мероприятие. И те, которые никогда не участвовали в массовой жизни, в культурной жизни, они сейчас вот в этом возрасте, они раскрываются. У нас есть преподаватель танцев, которая всю жизнь работала с детками, она серебряный волонтёр. И она проводит занятия с пожилыми гражданами. Латиноамериканские танцы они изучают. Они румбу, вальс. Граждане уходят после занятий пожилые просто вот новыми людьми. Что-то здорово. Ну вот мы с вами в течение беседы не раз говорили, касались того, что материально-техническая база, что у вас есть и планетарии, и возможности обучаться. Давайте вот сейчас поговорим в целом материально-техническая база вашего центра. Какая она? Благодаря участию специалистов в различных региональных, федеральных, международных программах и грантах у нас учреждение оснащено полностью. Благодаря участию в программе «Доступная среда» центр доступен для всех граждан с инвалидностью. У нас есть подъёмная платформа на второй этаж для инвалидов-колясочников. У нас есть учреждение полностью оборудовано пандусами. Благодаря участию в грантах фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, территория учреждения оборудована детскими городками, спортивными тренажёрами. Также мы участвовали в грантах фонда поддержки таких, как только вот закончила эта программа «Комплекс мер» по поддержке родителей, воспитывающих детей и инвалидов. Благодаря этому участию мы оборудовали комнату «Мансессори». Мы приобрели такое оборудование, как «Томатис» для деток-инвалидов. У нас есть сенсорная комната, у нас есть лекотека. Благодаря участию в региональной программе «Старшее поколение» мы смогли приобрести автомобиль для доставки граждан с когнитивными расстройствами. Он также оборудован подъёмной платформой. Мы оборудовали комнату психологической разгрузки для граждан с когнитивными расстройствами, мягкой мебелью, телевизором, тренажёрами для ног, тренажёрами для рук. Плюс у вас целый тренажёрный комплекс для спортивно-оздоровительных мероприятий. Получается. Реабилитационный у нас, в принципе, пополнился прокат у нас в рамках системы долговременного ухода. Действует на базе центра прокат. Абсолютно бесплатный для граждан. То есть если по индивидуальной программе реабилитации люди должны ждать, то есть какой-то срок, всё это время людям необходимо. То есть у нас достаточно рекомендаций врача. Более 37 наименований. И тоже быстро очень, как только мы начали рассказывать, разошлось оборудование. Это вот вроде бы кажется совсем такая вещь, вот простенькая ступенечка для ванну. Поручни для самоподнимания. Это незаменимая помощь для пожилого человека, у кого нарушен опорно-двигательный аппарат. То есть риск травматизма сразу же. Это вот настолько востребовано, и расхватали быстренько. И вот этот прокат у нас прям очень востребован. Оборудование в прокат предоставляется бесплатно на основании справки от лечащего врача, либо это прописано оборудование в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Вот сразу хочется узнать, кто эти люди, которые помогают и работают со всем этим? В штате учреждения работает 100 человек. Большинство из них – женщины. У нас всего работает 5 мужчин. Большинство штатного расписания занимают с собой социальные работники и сиделки, оказывающие социальные услуги на дому. Также есть специалисты, оказывающие услуги деткам. Это логопед, дефектолог, психолог, врач-педиатр. У нас есть медицинские сестры по массажу. Ну и административно-управленческий персонал, конечно же. Скажите, вот персонал, есть ли такая практика прохождения повышения квалификации, прохождения обучения? Потому что время идет, технологии меняются, и нужно постоянно держать руку на пульсе, чтобы соответствовать тому ритму, который сейчас. Конечно, мы проходим повышение квалификации согласно должностей. Кто? Социальные работники у нас проходят повышение квалификации ежегодно. Остальные проходят согласно графика повышения квалификации. Кто раз в три года, кто раз в пять лет. Учимся постоянно, законодательство меняется, и программы новые появляются. Учимся постоянно. Слушайте, здорово. Ну и самое главное, куда обратиться? Вот сейчас нас посмотрели, послушали, и понимают, что нужна помощь. Куда обратиться, и как это сделать? Мы всегда вас ждем по адресу Маяковского, 5, город Невиномыс. Обратиться вы можете как по телефону, 5, 98, 57, так и лично. У нас есть свой сайт. Вы можете заглянуть и на наши странички в социальных сетях. Для того, чтобы обратиться, что нужно? Какой перечень может? Определенный перечень документов? Или все это можно найти на сайте? Мы работаем на основании заявительного характера. То есть гражданин должен либо прийти, либо написать нам на электронную почту, либо обратиться через сайт. Мы работаем на основании заявительного характера. Если изъявится, если есть желание, если есть нуждаемость, мы всегда ждем. Лилия Андреевна, Ольга Николаевна, спасибо вам большое за интересную и познавательную беседу. Друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорили о деятельности Невиномысского комплексного центра социального обслуживания населения. И в гостях у нас были Лилия Чегвинцева, специалист по социальной работе и исполняющая обязанности директора Ольга Семенова. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире своего ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова